Мы приветствуем Адрине. Интересуемся, готова ли она к диагностике, доверить ли она нам в своей биополе на период сеанса? Да, она кивает. Хорошо, благодарим. И я даю команду на счет 3. Скэнер начинает сканировать пространство над головой Адрине. 1, 2, 3. Скэнер сканирует все 7 тонких тела Адрине. Находит все. Есть джин, инкуб, без, есть рептилоид, два грея. Все. У нас получается 5 каналов. Джин, инкуб, без, рептилоид и два грея. Хорошо, все знают, где они находятся? Да, все знают. Хорошо, тогда переходим к процедуре чистки. В процессе чистки вы отвечаете на все мои вопросы, исполняете все команды. Те, кто проходит чистку и после нее проверку, те уходят на свою чистоту. Если кто-то меня обманет или что-то оставит, он просто сгорит по каналам. Чистка проводится двумя миллионами Гц. Такие случаи бывали, поэтому предупреждаю. Вам лучика оперировать со мной. Уйдете, будете здоровыми. Первый раз я отпускаю, второй раз уже не отпускаю. Хорошо. И я даю команду тонкой копии Адрине. Спроецировать все энергетические сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственные за чужеродную негативную и патогенную энергии, низковибрационные энергии, энергии всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Хорошо. Считай цифры над головой, Джина, Вера. Три тысячи четыреста пятьдесят восемь. Три тысячи четыреста пятьдесят восемь. Джин, как долго ты находился в этом биополе? Трудно сказать. Восемь лет. С какой вещью ты пришел к ней? Тебя кто-то подарил или она купила что-то? Или как это было? Покажи эту ситуацию. Сережки он показывает. Купила или примеряла. Показывает, что она примеряет. Такие длинные какие-то. Они не круглые? Нет, они длинные. Длинные, как грозди вот такие, да? Или как вот что-то вниз такое спускается? Вниз висят, да. Ага, хорошо. Это было где-то или в магазине, или на базаре, я полагаю, да? Кивает он. Он жил в этих сережках? В этом камне? Или он в этот момент просто перешел от хозяйки, того, кто продавал? А значит, он не у хозяйки сказать, а в украшениях был. И искал, искал кого-то. И она ему понравилась. Достойного, скажем. Ну, по его словам. Ну, достойного в его понятии мы понимаем, что это такое достойное. Хорошо. И ты ее увидел, ты перешел к ней, и 8 лет ты в ней находился. Хорошо. Тогда ответь мне на вопрос. К чему ты ее мотивировал, что она делала, чтобы ты зарабатывал свои монеты? Куда ты ее направлял? Работать надо работать. То есть она постоянно была в заработках денег, правильно? Нечего сидеть. Это он ей говорил на ухо, я так полагаю. И она делала. Сколько процентов из того, что она начинала, у нее не получалось? То есть сколько пустой энергии из 10 случаев ты забирал себе? Давай, я оставлял. Значит, 8. Хорошо, значит, я вам скажу, это 80%. 20% удачи и 80% неудач. Хорошо. Главное шевелиться. Главное шевелиться. Ребят, не главное. Главное шевелиться. Сыдешь, вот на этом ты и зарабатываешь все свои монеты. Понятно. Главное для Джина это шевелиться. Чтоб человек шевелился и бегал постоянно в поисках заработка денег. Хорошо. Поехали дальше. Инкуб, как долго ты находился в этом биополе? Три года. Ты пришел с бесом или до него? Вместе пришли. Хорошо. Бес. Какая герцовка? Восьмерка. Восьмерка. Хорошо. Ты тоже три года, да, бес, я полагаю? Да. Бес, скажи мне, есть ли арвы биополя у Адрине? Да, есть. Хочешь попросить меня их потом забрать после сеанса? Не откажусь. Хорошо. Отвечай на мои вопросы. Зачем. Я тебе ее потом отдам. И рептилоиды два Грея. Как долго вы находились в этом биополе? Семь. Семь лет. Хорошо. Кто из вас присутствует еще в квартире у Адрине? Или там своя команда? Бес, говорит, своя команда. Хорошо. Отлично. Все. Как у нас с реверсом? Закончился? Да. Устанавливается фильтр с золотой сеточкой. И в порядке реверса Адрине забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная, чистая. Один, два, три. Все, что не похитили, все, что не изъяли до последней капли, возвращает Адрине себе обратно. А на хозяйка своих энергий возвращает все свое себе обратно. Хорошо. Бес, на что ты зашел? Расскажи мне три года назад, какая была ситуация, что тебе понравилось? Ну, от него идет, что ему все понравилось. Ну, назови мне пару энергий чувств, на которые ты зашел. Что это было? Злобы, скандалы, истерики. Что? Что отозвалась музыка в твоих ушах? Напряжение и негатив. Напряжение и негатив. Внутреннее. Внутреннее напряжение. А почему у нее возникает? Безысходность, безызвестность. Ну, это она так думает, что это безысходность и безызвестность, да? Да. Ну, это же не так. Ждем окончания реверса. Джин, много монет за 8 лет насобирал? Мало-мало совсем. Ну, что ж так, 8 лет... Я бедный Джин. Да, я тебя прошу. Я еще... Ты знаешь, сколько Джина уже в своей жизни видел? Очень много, честно тебе скажу. Очень много. И я еще ни одного не видел, который появлял, что он богатый. Хотя многие из них вспоминали интересные жизни из своей прошлой, где они жили, например, в ориентальских странах, в пустыне, при шейхах и отлично себя чувствовали в гаремах. У тебя есть такой опыт? Да. А сколько ж тебе туда лет? Когда ты жил? Расскажи чуть о себе. А самые свои... Как давно и было. Ну, ты долго жил. Каких-то 500 лет назад. 500 лет. Хорошо. Где ты жил 500 лет назад? И что тебе нам так понравилось? Расскажи мне. В Турции жил. В Турции. У кого? В гареме жил. В гареме жил. Понятно. Это те времена были, когда золото было еще липкое? Золото всегда липкое. Ну, мне рассказывал один джин, что раньше оно было намного совсем другим, еще сильнее. А сейчас вот ему не нравится. Это последнее наше... Сейчас поделок много. Поделок. Вот он об этом и говорил. Тогда все было настоящее. И камни настоящие. И ты сидел у него в этом погребе и любил пересчитывать все свои денежки там, да? Нет, я же сказала. Гарем. Гарем. А, вот как. Хорошо, я прослушал. Да, гарем. Отлично. Интересная была жизнь у тебя. Закончился реверс. Хорошо. Давайте тогда перейдем к следующей процедуре. Вытаскивание. Все, что вы оставили в этом биополе. Начнем с рептилоиды и Греев. Рептилоиды, я прошу тебя дать команду Греям, чтобы они вышли, вытащили все, что они оставили в биополе. Адрине. Грея, расскажите, что вы установили и как оно на нее воздействовало? Шапочка у нее сверху на голове. Сзади идет вниз конструкция. Наблюдатели они. Семь лет наблюдений, я не знаю. Может, вы собирали или отправляли эту энергию куда-то? Или только сами питались ей? Как она чувствовала ваше присутствие? Как она отражалась на физическом плане? Она, как знаешь, в закрытом пространстве. Они контролируют каждое. Как контролируют? Наблюдают. Ну, они активно наблюдают, так что не мешает ей что-то делать. Правильно я полагаю? Или они просто стоят в стороне и смотрят? А вот эта шапочка и вся конструкция, она как своего рода такая машина, которая записывает все ее изменения в теле. Передвижение мысли. Это вы для своей... Среднестатистический человек. Как его мысли меняются в течение нескольких лет. Цели, задачи. Это вы для своей библиотеки? Рост. Да. Рост и... Понятно. Это они собирают банк данных. Да. Мы уже встречались с таким. Они хотят изучить... Они сняли. Все полностью для того, чтобы сделать какого-то гибрида. С человеком. Не так ли, Грей? Уже есть разработки. Уже есть. Да. Мы слышали об этом. Хорошо. Переходим к инкубу. Я прошу инкуба сейчас выйти, вытащить все свои ленточки, все снять, все, что она ставила, и вернуться назад. Приступай. Инкуб, как она... Она не на груди спала. Хорошо. Я только хотел сказать, да. Вот он же на груди спит. Она отражалась давлением у нее на груди. Правильно я полагаю? Инкуб. Это тяжесть, она чувствуется. Да, то теплой. Да, то теплой. Заботливый ты наш. Снял с нее. Лена. Все снял. Хорошо. Джину выходить не надо. Джин, собираю весь свой порошок. Все, что ты оставил в ее биополе. Приступай. Ничего не забывай. Я буду проверять. У него как пельца на ней. Конечно. Тянем цвет руки, ноги, по телу. Ну, полностью. Готово. Хорошо. Отлично. Так. И у нас бес остался. Бес. Прошу тебя выйти сейчас. Снять все, что ты оставил. Приступай. Руки, ноги. Сапоги по колено. Перчатки. Чтобы далеко не убегала. Сапоги притягивала. Заземлялась. Готово. Хорошо. Бес. Я разрешаю тебе все лярвы снять. Ничего не забывай. Приступай. И возвращайся потом в клетку. Не, на пояснице. На пояснице. От кого на пояснице? От Греева рептилоида, от их конструкции? Или кто на поясницу воздействовал? Ну, информация идет, что у нее не был очень такой подвижный образ жизни. Понятно. Хорошо. И в какой-то момент она перегрузила. Все понятно. Пином плюс конструкция. И плюс конструкция. Все понятно. Хорошо. Так. Все у нас все забрали. Переходим к рассинхронизации. Я даю команду. На счет 3 Адрине начинает рассинхронизироваться до числа возначения с организацией. До числа возначения 100%. Закончится автоматически. Готово. Хорошо. Даю команду скэнеру на контрольную проверку. На счет 3. 1, 2, 3. Пошла контрольная проверка. Малейшие наночастицы выпариваются. Что-то крупное. Загораются маячки. Чисто. Отлично. Подхожу к Адрине. Кладу руки на плечи. Помогаю ей своей энергией. Сделать импульс высокой вибрационной шоковой удары. И отбить все каналы. Сжечь их. 1, 2, 3. Удар. Отлетают все каналы. Готово. Открывается портал в галактическое ядро. И эти каналы улетают на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Хорошо. Все прошли проверку. Каналы мы отстегнули. Будем отпускать. Рептилоид Гри. Я прошу вас больше не приходить. Также касается Беса, Инкуба и Джина. В это биополе. Мы будем его проверять. Всем понятно? Понятно. Хорошо. Рептилоид Грей. Вы готовы уходить? Готовы. Открывается наверху два портала. Один на чистоте рептилоида. Один на чистоте Греев. Рептилоид уходит на свою чистоту. Забирает все, что он с собой принес. Грей уходит на свою чистоту. Забирает все, что они принесли. Закрывая печатая, растряяй. Есть. Хорошо. Переходим к Бесу. Бес, ты остался довольным. Готовы уходить? Готовы. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте Беса. Один, два, три. И Бес забирает все, что он с собой принес. И уходит на свою чистоту. Закрывая печатая, растряяй. Готовы. Переходим на чистоту Инкуба. Инкуб, готовы уходить? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте Инкуба. Один, два, три. И Инкуб уходит на свою чистоту. Забирает все, что он с собой принес. Закрывая, печатая, растряяй. Есть. Хорошо, Джин. Готовы уходить на свою чистоту? Да. Хорошо. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте Джина. Один, два, три. Джин забирает все, что он с собой принес. И уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растряяй. Готово. Хорошо. Переходим к аннулированию контрактов и договоров. По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, где они не находились. 1, 2, 3. Выходят договора. Вышли. Активные есть? Подсвечивается. У меня как зеркало какое-то подсветилось. Хорошо. Зеркало выходит. 1, 2, 3. Ставим рядом с зеркалом монитор и считаем информацию. Пошла информация. Откуда это? Она зеркалит свою прошлую жизнь. Повторяет? Да. Непройденный какой-то опыт. Кармический узел, да? Опыт. Опыт. Развитие остановилось у нее. Она не переходит на другой уровень, высшее я. Понятно. Душу развивать ей надо. Осознанность. Очень важная информация. Благодарим за нее. Адрина, вы видите эту ситуацию? Вы остановились в своем развитии и это зеркало уже практически находится в вашем биополе. Надо что-то менять. Хорошо. Вы готовы расстаться с этими контрактами и аннулировать их? Да, готова. Хорошо. Я говорю вслух. А вы повторяете за мной. Внутренней власти моего суверенного я. Я объявляю, что пошел возврат энергии, если такова есть. Вернулось что-нибудь? Нет. Нет. Открываем воронку в галактическое ядро и производим сброс аннулированных контрактов и договоров. Один, два, три. Хорошо. Единственное, что я вернулась, информация от зеркала. Энергии нет. А какая информация, которую ты прочитала, да? Да. Все понятно. Хорошо. Манифест. Я говорю вслух, а я тонкая копия, пусть повторяет за мной. Готово. Отлично. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Хорошо. Переходим к процессу активации, идентификации души. Энергии пришли под чакр. Все чакры открылись. Энергии. Канал открылся у нее вверх. Отлично. Готово. Отлично. Пусть тонкая копия Адрины вспомнит самый счастливый момент в жизни и даст нам числовое значение. Она говорит, мои детки, мое счастье. Семьсот. 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 Это связано с рождением детей. Хорошо. И поднимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Адрины до числового значения семьсот герц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Готово. Хорошо. Мы закончили работу. Адрины, как вы себя чувствуете после чистки? Говорит, очень много чего изменилось, но меня не надо прочувствовать. На физическом плане? Внутри. То есть она их видит, все эти энергии, но и вибрации, они совсем другие. Ей надо понять, что это ее, смириться с ними. Их надо прочувствовать и обязательно визуализировать, как они находятся в вашем биополе. Для этого надо над собой работать. Пытайтесь, заправляйтесь каждый день энергиями, поднимайте вибрации, не вступайте ни в какие конфликты, держите свое тело и дух чистым. Она сейчас вибрирует, ладошки сжимает, они у нее разжимаются, у нее другие энергии, вибрации по сравнению с теми, что были. Это все очень новое для нее. Конечно. Хорошо, Адрине, будем возвращать вас назад в биополе. Для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Адрины в систему Биоробот Душа. Заводим, подключаем ее к каждому внутреннему органу, органу каждой клеточки извилинки головного мозга. Идет стопроцентная синхронизация вибраций и энергии между физическим телом и энергетическими тонкими телами. У меня все энергии по чакрам прошлись и разлились по рукам и ногам, голову, вибрации прошли везде. Отлично. Синхронизировалась, она готова. Хорошо, и отключаемся от объекта и перемещайся в свою комнату диагностики. Один, два, три, пошел подъем. Я на месте. Продолжение следует... Продолжение следует...